ребятки всем привет начали обшивать гараж с той стороны соседской сайдингом почему показываю эту сторону потому что там уже муж начал работать уже заштукатурил поэтому покажу как это было была вот такая стена только вот видите где видно вот шлакоблоки это из-за того что у нас не было сверху крыши но там были другие планы на эту крышу поэтому ее не накрыли сразу и вот так вот размыла цемент штукатурку до самых шлакоблоков и уже даже начала размывать шлакоблоки видите как с той стороны муж сначала их заштукатурил теперь вот с этой стороны будет тоже делать пока погода стоит и начали обшивать профилями будем обшивать сайдингом виниловым под кирпич чтобы было ну более менее похоже конечно сайдинг немножко другого размера получился кирпичи были более шире но я думаю что это не так страшно это тем более будет соседской стороны а с этой стороны мы все-таки решили обложить его кирпичом чтобы уже во дворе все было одинаково и мы сейчас покажу ту сторону вот другая сторона вот видно где штукатурено вот все отштукатурил профилями обшил уже теперь нужно еще поперечные профиля еще видите некоторые еще болтаются до конца не закреплены и будет еще делать поперечные профиля и потом уже будет крутить сайдинг вот эта сторона у нас уже полностью вся закроется и будет уже вон все доделаны крыши видите вот насколько мы здесь вытащили чтобы уже дождь никак не лил там снизу вот фундамент вот все четенько заделано и же будет все красиво так вот это было вначале вот муж заштукатурил сначала стену сначала постелил крышу потом стены заштукатурил потом вот крепление крепил на которых бы профиля держаться вот лампочка там наша горит потом мы поехали на фирму выбирать сайдинг сначала мы хотели такой прям как кирпич наш но такой мы не нашли по цвету был только темный был красный но он нам не подходил темную стену мы не хотели делать и выбрали вот такой вот купили сайдинг под кирпич вот две коробки вышло и два листа сверху обшиваем гараж профилями будем обшивать гараж вот таким под кирпич красивым виниловым сайдингом так крайний поставили крайний закрепили с этой стороны поставили крайний закрепили с той стороны натягиваем веревку и по веревке ровненько крепим остальные пока но потихонечку монтируем выставляем выставили нижняя стартовая планка получается нижняя идет по уровню потом идет боковая в которую заходит чтобы сделать стык с кирпичом чтобы было красиво вот так потихонечку монтируем гараж вообще картинка вот так мы работаем по ночам ребят видите муж оделся теплее осталось зашить еще один еще на профиль и потом уже будем сайдинг вот мы пробуем сделать первый ряд нижний что посмотреть уже как будет потом будем уже крепить завтра все нормально будет исполнить завтра будет уже включить сайдинг вот кстати лампа которая попадалась нам распаковки ну наподобие такая же длине она такая же только на нашей лампе 15 метров длина шнура вот его тут не видно темно а в распаковке нам попалась пятиметровая такая лампа но очень хорошо видите очень удобно использовать ее на ней выключатели включить выключить вот все просто ее не видно как она светит покажу работали по ночам потому что хотели быстрее доделать и некоторые вещи он один не мог сделать нужно было по нужен был помощник и поэтому приходилось делать это все вечером ну и хотят быстрее закончить чтобы не лазить там у соседей во дворе потому что ну кому понравится если там целый день кто-то лазит но работали еще по ночам потому что днем муж переделывал крышу на бане потому что с мастера которые нам ее сделали сделали неправильно ну так как они делали нам ее летом осенью она потекла нам пришлось ждать всю зиму весну весной она еще раз потекла ну когда начались дожди и общем нам пришлось ее переделывать и об этом я покажу чуть позже вот ребят мы подняли 1 2 3 да ну не полных потому что с этой стороны нам нужно обрезать кусочек потом с этой стороны еще кусочек их нужно вставить потом уже мы сможем собирать уже сюда оставить уже третий ну и так хорошо поработали завтра уже муж будут один все делать сегодня чем могла помогла ну красиво получается конечно и мы решили вот с этой стороны поставить планку вот такую щас покажу сначала не хотела ли муж ставить его его убедила что надо вот такая планка которая закрывает торец вот куда вы заходит этот сайдинг он здесь вот мы сделали по кирпичу ровно чтобы вот хорошо так красиво ровно смотрелась той стороны вот и вот такую же планку мы пошли поставить с этой стороны чтобы было уже законченный вид вот сюда мы прикрутим на последний профиль мне что здесь неудобно снимать потому что здесь вот узенький вот такой проход тут 50 сантиметров поэтому нужно еще со мной поместиться и снимать вот сюда такую же прикрутим и вот этот уже край вот этого сайдинга будет уже входить сюда в него так неудобно конечно так показано когда сделаем завтра муж купит прикрутить и потом уже я вам покажу будет зато уже ровненько красивенько вот сегодня мы вот так хорошо продуктивно поработали время уже сколько сейчас смотрю время уже 11 часов начали мы пол девятого это получается два с половиной часа мы работали ну ничего считаю что мы неплохо поработали еще потом дальше покажу посмотри все я сделал тот край все четко сделал вот здесь вот так остается вот чтоб ты видела все прикрутил видно нет общем картину солнце светит вот такой видень красивый край чтобы не остался вот мы с этой стороны тоже прикрутим такую же планку как с той стороны будет красиво а потом уже когда отсюда делаем будем заливать эту отмостку чтобы дальние не заливалась вода сайдинг там придется резать еще вот еще ряд стилю а следующий ряд не влезает я не знаю придется портить их вот смотри все закончено все под крышу все стена красотища вот пошла отмостка пол гаража отмостку уже сделал сейчас еще половинку сделаем наша гаражная крыша которую муж застилал сначала вот он ее постелил потом начал делать стену днем потом еще стелил крышу на бане все готово крышу застелил красотища во а вот это красит крышу работник моего братишки он занимается вот такой покраской крыш и вот на следующий год мы решили у мамы покрасить крышу у нее тоже вот такая крыша проживела вот такая красота получается как будто листы прям новые короче я на крыше вот честно блин не могу понять что не так здесь что именно не так здесь не могу понять почему все ушло в общем муж залез на крышу на крышу бани посмотрел решил в итоге ее разобрать разобрал всю крышу и заново застелил потом в итоге выяснилось что оказывается вот сейчас он показывает что когда ложили обрешетку между досками оставили большое пространство и когда они ходили потом по это крыше мастера они ее прогнули из-за этого образовались ямки и в эти ямки затекала вода не так как наклон крыши у нас и так был не сильный еще из-за этих ямок получилось что вода текла вся в баню и вот по той поэтому у нас были бесконечные потопы в общем вот он ее заново застелил вот остался кусочек сейчас вот он и вот кусочек доделает и будем ждать потом дождь чтобы посмотреть как будет вести себя крыша но все смотри короче я уже застелил на место все осталось только вот этот шов доделать короче вот этот шифер вот этот у него больше длина у этого меньше которые были ралли у девчих короче я под него пробовал сувать получить не получается ничего я тут намучился короче я сделал так его стилю ровный цельный он пошел весь а вот этот стык вот этот стык который маленький остается сейчас вот этих я нарежу и подсуну короче и затяну и будет все четко но четко к сожалению не получилось все-таки нам пришлось разобрать снова эту крышу купить новую металлочерепицу и заново ее покрыть получился двойной расход ну что делать как говорится сэкономили не там где надо но ничего зато теперь наша крыша не течет потому что после наших ураганов наша крыша показала себя просто идеально и теперь мы можем продолжать строительство нашей бани которая у нас остановилась еще весной но из-за того чтобы утекла крыша мы не могли продолжать ну вот показал немножко что мы делали мы не бездельничали но и по мере возможности я снимала видео но монтировать их из-за болезни не могла но сейчас буду монтировать и вам показывать но на этом заканчиваю всем спасибо всем пока увидимся скоро